так что мы будем делать петь моя самая любимая модель самая верная никому не отдаю ни с кем он больше не сотрудничает вот эта модель который я стриг на барбер батл выкладывал за который голосовали собственно сегодня я в какой-то степени повторю то что я делал что было интересного в той стрижке которую мы создавали это была смесь флэт топа площадки какой-то степени и помпадура то есть не недостаточно было сделать это классический помпадур я люблю стричь очень плоские формы плоская здесь здесь не трапециевидно а именно вот очень плоскую форму и плоско затылочной зоне здесь и здесь была то есть такая плоскость площадка начиналась уже отсюда дальше поскольку сейчас немножко мы поменяли стрижку да но вот угол если вы видите да то есть все это очень плоско лежала здесь и уходил уже соответственно в помп это можно все было по-разному укладывать можно было как и делать большой объем помпадур назад также можно было делать слоновый хобот или фон чанг укладывая челку к лицу на лоб делая квиф и закручивая пряди вот которые свисали тем самым моя собственно как бы вот показывал плоскость насколько она необычная но необычность и в чем каждый раз когда человек попадал в разные какие-то углы обзора а этой стрижки он мог наблюдать смотря сбоку площадку которая переходила в какую-то ну вот классическую историю удлиненную челку и здесь было был достаточно плоский затылок плоские бока очень плоская форма которая очень мужественно и брутально смотрелась на нем но как только угол обзора менялся в такую проекцию ближе вот сбоку к лицу то уже этой плоскости не было видно и было видно что закругление переходила в длину челки поэтому собственно попробуем сегодня сделать что-то похожее буду стричь каким образом сделаю разделение ну только поскольку я буду стричь плоскую форму я достаточно плоско буду разделять то есть я буду не подковой делать буду делать коробочку такую буду делать квадратное разделение вот стричь бока а потом перейду на затылочную часть вот и уже буду потом уже стричь вверх и соединять две плоскости в целом будет достаточно плоская форма квадратная именно плоская то есть я буду стричь плоскостями углов никогда не остается никаких когда мы начинаем что вы понимали плавно сводить вы сами себе уйдут поэтому я люблю в стрижках чтобы это был не квадрат но часто просто когда стригут квадрат думают что стригут квадрат но на самом деле не всегда это так бывает потому что волосы часто падают и часто появляется круг особенно в этих местах форму которая задается она собственно часто бывает трапециевидная и соответственно также отрастает и к чему это приводит но это через месяц становится еще больше больше и голова становится просто огромных размеров и нужно идти и уже стричь более плоская форма она дольше держится она также плоско отрастает и через месяц по сути это хорошая стрижка но просто она длиннее но с ней можно ходить и не корректировать ее мы стриглись около трех недель назад и как видно даже на сырых волосах сейчас что важно что все равно форма держится так ну приступлю к стрижке чем многие барберы знаешь в великобритании не любят использовать зажима дым вообще не только великобритании работают без зажима начинаю вот с верхней части между меня создалась плоскость мне нужно чтобы здесь оставались волосы в этой части они как бы туда прижимались вдавливались поэтому как бы я задаю контрольный прядь неважно даже если у вас будет длинные волосы вы можете это сделать на пальце на оттяжке задать себе контрольную прядь я пользуюсь плоской расческой очень жесткая практически не гнется поэтому мне нужно прямо именно для плоскость плоскость вот выбирает более мягкие расчески может быть такого плана но тоже достаточно жестко но есть еще мягче есть и есть тоньше поэтому неважно но если вы можете это сделать просто машинкой с насадкой но какие-то приемы можете делать это с насадкой в разнице как бы контрольную а потом ну смотря какой стрижки мы то есть говорим да если бы мне сейчас нужно было сделать фейт то ну я бы пользовался ну неважно любой расческой чтобы я делал я бы задал бы тоже контрольную прядь не знаю на белые наверное расчески будет лучше видно очень толстая расческа уровень но там где бы собственно была линия вот скажем переходы до изменения цвета я бы задал бы контрольную сначала снимал бы работал бы техникой машинки над расческой сделал бы контрольную прошел бы от одной части от одного виска до другого сравнил бы что линии симметричны что все у нас и уже бы начал бы машинкой бы подводить ну там скажем три миллиметра или шесть миллиметров в зависимости от того как вы на длину ну я там задаю ну я лишний раз себя страху как бы не вижу в этом ничего такого кто-то может сразу сделать это машинкой там открытым ножом или закрытым в зависимости от того что мы делаем вот но я люблю по старинке здесь как бы плоско а потом уходит плоскость как бы продолжая линию бесконечность а я не закругляю то есть я соответственно стригу и мое положение тела она просто подсказывает мне правильно я все делаю то есть если мне нужно сделать очень плоско и двигаться параллельно то я двигаюсь параллельно вот как только я начинаю ходить кругами я начинаю форму закруглять соответственно я просто двигаюсь вот по как по треугольнику здесь можно будет сделать просто открытым ножом я не люблю никаких окантовок и часто конечно если мы не коротко стрижем в барбершопе мы конечно вот вот эту порнографию но как бы не делаем стрижка по бостонски это когда окантовка вот так не знаю откуда появилось ну вот и есть такой термин типа стрижка по бостонски да вот все это было очень быстро пришел барбершоп тебе вот лишние так как раз-раз-раз следующий раз-раз-раз следующие поэтому вы всегда можете сделать легче мягче потому что все эти четкие линии будут также четко отрастать я это не люблю не моя история поэтому даже если формы которыми делом она более удлиненная то я все равно максимально попытаюсь сгладить краевые линии вот такими движениями и тогда это все будет более презентабельно будет отрастать и не будет видно когда же человек подстригся вот правило ну то есть как вам работать технику главное вы должны понимать просто ну что что вы делаете какой результат будет машинка я работаю так же как и работал машинками расческой вот в этой плоскости не стригу нижнюю часть дабы не создать трапециевидную форму максимально плоско потому что в этой части это самая такая высокая часть головы не не наверху а вот именно сбоку дальше голова закругляется поэтому в этой части самая высокая точка именно сбоку поэтому она выступает если вы здесь много волос оставите это все очень также отрастет будет большая масса который просто заставит через месяц вас прийти и снова стричься вот ну пятна могут появиться в этой части и если его выступают ну там костные бугры что приведет к пятнам если делать коротко ну когда вы делаете более плоскую форму вы здесь не сильно укорачиваете в этой части я могу сделать по форме головы подстричь то есть не делать мне важна плоскость вот именно здесь хождение что даст ним максимальный квадрат и для меня это более брутально мужественно выглядит я вот эти шапки ну не люблю просто стричь потому что все это будет ну большой массы отрастать и будет очень тяжело это для меня поэтому вы сами решаете поэтому скорее всего если бы я делал ну фэйт или скин фэйт то конечно если бы появились пятна ну все знают как их там убирать там ну уголком маш можно уголком машинки это сделать можно ножницами и просто просто сводить кубком он просто очень худой и высокий все линии которые останутся в виде окантовки а вот визуально очень сильно удлинять ему шею которые так очень длинны поэтому когда ты просто делаешь чуть-чуть мягче разбиваешь эту линию то совсем все по-другому играет и смотрится плоско а потом эту плоскость буду соединять вот с этой плоскостью окей и будет на удлинение верхнюю часть теменную я буду стричь сзади на оттяжках к себе только так не не сверху а на себя буду тянуть вот сюда каждую прядь на удлине не буду проверять плоскость у меня получится максимально удлиненная на внутренней стороне пальцем буду стричь видно голова ровно ты видишь контрольную оттяжка идет на себя перпендикулярно и чуть-чуть вверх да здесь то же самое но я продолжаю плоскость понимаешь да не закругляю не закругляю то есть это я проверю вот так перпендикулярно да видишь контрольная чуть-чуть наверх наверх и теперь видно мы проверяем насколько ну я бы проверял бы с другой стороны потому что тут опять ну все что может немножко вылезать из-за того что я не с той стороны стою опять же если я хочу постричь такую плоскость я буду руку держать так будет продолжением буду линию продолжать так все уйдет так если уже на опыте поэтому положение твоей руки всегда подскажет насколько ты задаешь ну правильную потом на сухую еще можно будет ну то есть обязательно проверить и ну Артём, мы сегодня дарим специально от компании Mail Grooming House новую фишечку такую, новую баночку, называется косметика Depperden. Пустая? Пустая баночка, три пустые банки. Вот. Одна под лезвие отработанная. Да, да. Рука просто для запаха и третья, чтобы складывать хоть что-то. Вот. Ссылку в описании я оставлю под эти продукты. Они теперь... В моих руках. Артём. И ещё вот такая вот штучка. Ссылочка в описании будет внизу. Всё забрал. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо. Ёл.